здравствуйте итак поговорим о ювелирных изделиях ювелирные изделия существуют очень давно прям наверное параллельно с существованием человека потому что человек он всегда хотел как-то выделить свое положение свой статус в принципе сначала у нас как правило ювелиры не были как именно ювелиры а были кузнецы и первое что самое главное значимое делали изделия это обручальные кольца то есть это вот статус саможня человека женатого или неженатого вот то есть когда человек женат он носил кольцо это вот первое еще считалось что кузнец гарант семьи впоследствии это стал злата кузнец или уже через иностранное слово jewelry ювелир вот значит соответственно ювелиры уже потом посделали более сложные кольца это вот такие перстни статусные мужские и вот такие вот женские разделение получилось ювелирных изделий впоследствии это интерьерные ювелирные изделия украшения в внутренне внутреннее убранство дома и украшение для человека сережки на руси раньше были колты сережки это больше ближе к западной европе но последствия пришло пришло и к нам гривны или колье вот такие замечательные вот прошли соответственно и вот украшение убранство внутреннего дома но это вот для такие вот подарочные вот такие вот проходница вот такой рок вот значит скульптурки украшение кабинета такое интерьерное перо декоративное вот соответственно сплавается ну естественно были золотые и серебряные да никогда не использовалась в ювелирных изделиях кузнечных злато кузнечных чистые металлы но это вопрос уже технологический скажу кратко значит существует сплавы золото сплава серебра нашей стране это метрические пробы обозначающие сплавы в западной европе это каратные пробы тоже означающие сплавы то есть там сколько частей грубо говоря чистого металла золота или серебра и сколько соответственно лигатуры как правило миди точно также появились последствия в двадцатом веке заменители серебра это мельхиор и низидбер помимо этого появился еще латунь вот частности вот эта скульптура это вот латунная скульптура изделия из серебра и золота но самая традиционная сплав серебра 925 проба метрическая золото 585 я вам говорю про российскую пробу низидбер и мельхиор очень похож на серебро но со временем он темнеет потому что все-таки это медный сплав он темнеет и становится такой более зеленоватый здесь данный момент более-менее чистые изделия кроме вот этой его броши и вот этих вот сережек которые мы еще сегодня поговорим отдельно сплав низидбер мельхиор появился относительно недавно ему предшествовало появление сначала бронзы это сплав меди и олова потом латуни это медь и цинк и последствия уже ближе к нашему двадцатому столетию появляется низидбер мельхиор вот в соответствии это медь цинк и никель в разных пропорциях соответственно разные названия мельхиор и низидбер то можно сейчас в принципе нам сделать вот с конкретными изделиями как людям начинающим ну самое простое помыть почистить изделия от загрязнений от каких-то окислов естественных если нам с загрязнениями в общем-то все понятно ну что там грязь и грязь мы это самое сейчас покажу как это все очищается то вот с окислами тут стоит остановиться у меди и у серебра и у золота свои собственные окислы соответственно соответствующие которые им сплавом допустим у золота но золото как правило у нас окислов очень немного хотя они очень многие схожи золотые окислы медным окислом почему потому что в сплаве золота здесь присутствует медь поэтому эти окислы очень схожие но они настолько принципе незначительны что золото не так сильно страдает от окислов хотя тоже это присутствует как правило это больше с загрязнением связано остановимся на серебре окислы серебра это вот интересно окислы серебра образуются образующую такую сульфидную пленку темно-синего фиолетового даже надо коричневого цвета вот это как правило сероводородное выделение это от окружающей среды это тоже влияние вот именно меди и в лигатуре сплава медные окислы тоже очень интересные это самый такой стандартный для медного сплава окисл как куприт малахит вот да да тот самый малахит вот малахита это между прочим да вот эти окисные соединения меди которые образовались давным давно и вот там потом образует вот такую каменистую породу ювелиры чистят и их специальными составами специальными салфетками с ингибиторами коррозии которые не пас не позволяют последствии разрушаться металла защищают его соответственно ювелиры от загрязнений и окислов сейчас используют ультразвуковые ванны соответствующим наполнителем для узв дополнительно существует специальный состав для очистки окислов розового цвета с салфеткой талисман или салфетки кониссер с защитой или как называется еще с ингибитором коррозии хочу немножко остановиться на коррозии металла назначит разрушение металла то есть не путайте загрязнение оксидной пленки и коррозию коррозии уже борется серьезными методами реставрационными ювелир ювелиры также борются с этим стараются не допустить как раз коррозию защищают изделия от коррозии если поговорить о коррозии серебра то это очень интересная такая вот редкая коррозия но очень разрушительная такие белые хлопья на изделиях серебра такие прям мелкие такие катушки образуются ну здесь все прекрасно но вот когда это образуется бороться с этим очень тяжело это вот так называемые хлориды серебра сейчас мы видим здесь следы медной коррозии еще называют ее как раз бронзовая болезнь вот эти светло-зеленые пятнышки вот это очень опасный вид коррозии она не внешне вот как мы видим а внутреннее разрушение идет но это уже отдельный урок это уже надо серьезно объяснять все это следующий раз и так приступим к мойке изделий не ювелирными составами и специальными оборудованием а мойки домашних условиях и так данный момент у нас будет использоваться прогресс нейтральное средство при равном еще ph7 мы его вот зальем в такую баночку будем использовать щеткой вот такой сода пищевая губка обычно моющая для просушки будем использовать обычную нашу марлю зубной порошок очень хороший конечно хотелось бы еще вот такую стеклянную и кроссовочную щетку но это профессиональный инструмент мы постараемся обойтись только вот этим мы выбрали вот эти мельхиоровые наши изделия изельберовые а также вот это медное посеребренное перо ювелирная так называемой интерьерной ювелирки мы здесь видим сканы изделия из мельхиоры изделия делаются довольно такие немножко грубые и поэтому мы можем применить и соответственно более грубый абразив и это вот зубной порошок можно просто взять включить воду намочить щеточку четко может быть вот такая вот бывшая зубная вот она очень хорошо для таких ищетиков либо можно использовать и губку вот такую обработать немножко намочить изделия и вот так это легкий абразив он не страшен для такого изделия мельхиорового деталях можно проработать и вот здесь вот такую щетку я вот так вот так вот так соответственно когда мы все вот промыли воду выключаем для просушки лучше всего обычно используется конечно там бывает на батарею ставить это неправильно вода вот который у нас здесь остается она оставляет следы всяческие микроэлементы чтобы сразу удалить лучше вот так вот марли вот так обтёрли мгновенно убрали всю воду это кстати еще методика реставраторов точно также мгновенно вот потому что остаток никаких микроэлементов не уходит и изделие абсолютно сухое все видите чистенько аккуратненько вот все готово более тонкую филигрань можно обработать содой включаем налочили вот у нас эти стауны и вот когда мы уже все две сережки обработаны вот точно также обтираем их все видите чистенько аккуратненько вот такое вот изделие это конечно уникальное изделие это нужный состав конечно очень нежный это может быть именно прогресс данный момент вот этот состав мы сейчас вот туда в баночку вы перелили также включаем воду ну вот значит когда мы все это вот уже почистили тщательно можно уже вот это все смыть смыть вот так и смываем видите сразу он уже блестит металл начинает хотя состав PH7 вот этот прогресс который ну приравнен вот к нейтральному составу дистиллированной воды PH7 он очень такой слабо сидячий но видите довольно очень очень хорошо эффективный помыли изделие все чисто аккуратно хорошо сразу вот видно что действительно мельхиор у нас это как будто действительно заменитель сервера очень похож когда он чистый аккуратный такой замечательный вымытый отполированный вот как правило такому металлу требуется защита это уже реставрационное занятие тема будущего урока итак спасибо за внимание 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 спасибо за внимание